Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 марта и вот сегодня, когда я показывала общий обзор рассады, я решила сразу поговорить на очень важную тему, потому что иногда приходят вопросы, особенно от начинающих, люди не могут определить, как понять, что рассаде уже требуется пересадка в более объемную тару. Некоторые не знают же, сколько земли нужно молодому растению, сколько взрослому, но я поступаю очень просто. Я всегда говорила, что когда я рассаживаю, между рядами оставляю расстояние примерно 5 см, и между ними тоже, они растут какое-то время, и как только листья у них смыкаются, вы видите, уже не видно рядов. Кажется, что они просто вот так вот насыпаны и взошли, как хотят, не видно стройных рядов, они все пространство, листья вот так закрывают. Это верный признак того, что томаты нужно рассаживать, но если они будут сейчас, как у меня в лотке, по отдельным стаканчикам, или, например, если снова в лоток, то более редко. Потому что как только листья начинают смыкаться, вот видите, вот этот лист уже закрыл вот этот лист. Как только лист на лист находит, у них моментально начинается борьба за солнце. А борьба за солнце это что? Он старается выдвинуться вверх, чтобы вот эти листья соседнего растения закрыть. Этот, увидев это, тоже кинется вверх, будет стараться своим листом этот лист закрыть, и у них начинается вот эта гонка, в результате мы получаем вытягивание. Вытягивание это не что иное, как борьба за солнышко, борьба за солнечный свет, потому что от солнца зависят все жизненно важные процессы. Как раз погладить по совету бабушек. Все жизненно важные вот эти вот процессы. Как только замкнулись листья, смело пикируйте, рассаживайте по разным стаканчикам. Я тоже это скоро буду делать. Вот какая красота! Любим вас. Как запахло вкусно. Ну все, лето скоро.